Нассказано в Евангелии, что иудеи говорили о Спасителе, как сей знает Писание, не учившись. Иоанна 7.15. И на слова Спасителя. О дне же том и часе никто не знает. Матфея 24.36. Вот опять я приглашаю вас к наслаждению евангельскими струями. Вот опять призываю почерпать вместе со мною эту чистую и светлую влагу, следуя словам пророка. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Исайя 12.3. Источников много, но спасение одно. Один источник всех благ Господь наш Иисус Христос, источивший всякую мудрость и всякое ведение. И удивительно, что собственно странного находили иудеи в том, что он знает книги, не учившись. Об этом именно прочитано было нам сегодня. Что когда Спаситель предлагал свое божественное учение, иудеи удивлялись и говорили, как сей знает Писание, не учившись. О книгах спрашивают они, когда речь идет об источнике слова. Или лучше сказать о самом Боге слове. Допытывается, откуда знает он книги. Христос, который даровал закон и вдохновил пророков, от которого истекает всякое ведение и мудрость, и закон, и совет, и разумение, потому что всякая премудрость от Господа, Сиракхов 1.1. Спрашивает о книгах у источника слова, из которого черпали вдохновение все пророки, и от которого все богословы получили все то, что стало достоянием их душ. Его воспринял Моисей, от него почерпали все пророки, этим источником пользовались все апостолы, как об этом свидетельствует и Иоанн. И от славы его все мы приняли, от полноты его благодать на благодать. Требуешь изучения книг от Бога, как будто книги породили разум, а не разумом изобретено искусство письма. Разве разум от книг? Напротив, разуму обязаны книги своим происхождением. Как не искусство произвело вещество, но вещество послужило поводом к развитию искусства, так не книги породили разум, но разум создал самое искусство письма. Не книги сначала, а потом разум, но сначала разум, а благодаря ему появились и книги. Прежде всего то, что есть дар Божий, а потом уже то, что является плодом искусства. Не глаз произвел предметы видимые, но глаз служит к познанию того, что им созерцается. Не ремесла дали руки, но руки трудились над развитием ремесел. Не бег выработал ноги, но ногам обязаны люди способности бегать. Так и не книги одарили человека разумом, но разум изобрел книжное искусство. Итак, почему требуешь ты плода от того, кому принадлежит и самый корень? Иоанна 7, 15. Как он знает Писание, не учившись? Что он книги знает? Тебя не удивляет то, что он воскрешает мертвых, но поражает то, что он знает книги, не учившись от природы. Первые изобретатели письма ни от кого не учились своему изобретению, а сделали его сами. Но и они были, тем не менее, просто люди. А воскресить мертвых – это превышает силы человека. Что же, на великой ты не обращаешь внимания, а о малом сомневаешься? Конечно, Христос есть источник всякой мудрости и всякого разума. От Него ничто не скрыто. Он изобретатель всего. Именно изобретатель. Не то, что другой кто-нибудь сделал, а он только открыл. Но сам Он и виновник мудрости, изобретатель всего того, чем мы обязаны мудрости. Ничто от Него не скрыто. Ни прошедшее, ни настоящее, ни будущее. Он источник всего. 813. Но если говорит еретик, ведь и среди пшеницы появляются превелы, если Он источник мудрости и, конечно, знания, то как о том последнем дне, когда совершится воскресение мертвых, и пришествие Спасителя, Он говорит, что одни о том не знают ни ангелы, ни сын, а только Отец. Какой же это источник мудрости, если будущее от Него сокрыто? Мне очень хотелось бы, чтобы ты не извращал смысл речи и не вдавался в извитие словес, но в них в прямой смысл того, что сказано. Зачем, говоришь, если Он источник и сокровищница мудрости, то как Ему неизвестно? Я знаю, что это изречение заключает в себе весьма глубокую мысль, но постараюсь раскрыть это вкратце. Нужно ведь сообразовать не силы и слова, но со способностей слушателей. Апостол говорит о Христе. Мы руководствуемся в познании тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыта вся сокровища премудрости и ведения. В Колоссе нам 2.2. Если все в нем, то как может кто-нибудь от него утаиться, но скажут, что что же означает тогда ответ Спасителя, что о дне том не знает никто, ни сын, а только отец. Но спросим юридика, что больше, день тот или отец? Тот, кто знает Отца, может ли не знать того дня? Никто не знает Отца, только сын. Итак, Отца он знает, источник мудрости у него. А последнего дня не знает. Но может быть, говорят, Отца он знает, а того, что в Отце не знает. Но если в Отце есть что-нибудь такое, что неизвестно сыну, то и в сыне, в свою очередь, было бы что-нибудь сокрытое от Отца. Откуда это видно? Это прямой вывод из слов самого Спасителя. Как знает меня Отец, и я знаю Отца. А по отношению к людям он выразился просто. Я знаю моих, и мои знают меня. Тут нет равенства познания. Где не равна природа, там не равна и познания. Человек может знать Бога, но не то, что в Боге. Мы все знаем, все знаем Отца, но не так, как знает его сын. Да знает тебя единого истинного Бога. Все мы и знаем, но не так, как Он. Иное дело плоду знать корень, иное – корню знать плод. И совсем иное понятие получает оплодить те, кто его употребляет. В вышеприведенных словах Спасителя указывается между тем именно полное и совершенное равенство взаимного познания Отца и Сына. Как знает меня Отец, и я знаю Отца. Значит, если в Сыне есть что-нибудь скрытое от Отца, тогда и в Отце можно допустить что-нибудь скрытое от Отца. Неужели и тут не устыдишься, ты еретик, и будешь настаивать на том, что Сын не знает. В таком случае Святого Духа, которого ты отрицаешь, сам же ты возвышаешь над Сыном в отношении знания. Ведь вот что говорит Павел о Святом Духе. Дух Святый все испытывает и глубины Божии. Дух Святый знает глубины, а Сын не знает дня. Но если знает, тогда почему Он сказал «не знаю»? И выводы разума и свидетельства Писания подтверждают, что Он есть источник ведения и мудрости. Ради чего же отказывается Он от того, чем владеет, и о познании, которому Сам служит источником, заявляет, что Его не имеет, ведь Он сказал, что того дня никто не знает. Должно брать и обратить внимание на то, в каком смысле употребил Спаситель эти слова, и исследовать, что именно хотел Он сказать, о чем, когда, кому. Недостаточно взять слово, как оно есть, и объяснять в таком его виде. Нужно значение его сообразовать с намерением говорящего. Не все, что говорил Спаситель, соответствовало его достоинству, но иное объясняется нашей слабостью. Иначе говорил Он с верующими, иначе с неверующими. Я помню, что эту мысль я уже проводил в беседе с вами, но ничто не мешает воспользоваться ей и теперь, и пойти той же дорогой в раскрытии истинного смысла, занимающего нас изречения. К иудеям обрещены были эти слова Спасителя. К иудеям, столь далеко отстоявшим от высоты Бога познания, сколько земля отстоит от неба, по слову Божию. И как отстоит небо от земли, так отстоит путь мой от путей ваших и помышления ваши от мыслей моих. Итак, Он имел дело с неверующими, и так как они считали Его за какого-то противника Богу, ратующего против божественной мудрости и закона Моисеева, то Он повсюду собственное достоинство оставляет в тени, а все приписывает Отцу, чтобы показать иудеям, что они не Ему противятся, но восстают на самого Бога. И вот, обращаясь к иудеям, Он считался с их предубеждениями и приспособлял свои слова к их пониманию. Не в том смысле, чтобы божественное слово изменялось в соответствии нашим нравам, но в том, что Он, как врач, выбирал лекарство, соответствующее болезни. А ведь иудеи доходили до того, что отрицали не только Его божество, но и Его человечество. Подумай только, как далеки были они от мысли, что Он Сын Божий, и если из-за человека-то настоящего они не хотели Его считать. Они именно говорили «Бес в тебе», и Сына Божия считали беснующимся. И вот, с одной стороны, иудеи были враждебно настроены против Него, а с другой – его собственные ученики, как люди, любопытствовали о будущем. Ведь людям всегда доставляет удовольствие гадать о будущем и к нему стремиться. Наблюдается это в обыкновенной жизни. Если кому-нибудь стучится одним днем раньше узнать то, что на следующий же день будет известно всем людям, то он радуется, как будто сделал какое-нибудь важное открытие и как будто превзошел всех в познании. Итак, люди с удовольствием занимаются гаданием о будущем. И Спаситель, конечно, видел, как разгоралась в апостолах эта страсть и до какой степени снидала их любопытство о будущем, и потому решительно отказывается от того, что имел, чтобы показать это праздное любопытство. «Когда устрояешь царство Израилево?» спрашивают его апостолы. А он, обуздавая человеческое легкомыслие, желающий проникнуть в будущее и суесловить о божественном, отвечает «Не ваше дело знать времена и сроки». Познание этого не по силам человеку. Не допытывайся о будущем заранее в подробностях, но просто ожидай и верь в грядущее. Самого себя приготовь в будущем пришествии судьи. Позаботься здесь не о том, чтобы узнать, когда этот день наступит, но о том, что он тебе готовит. В ответ на подобные вопросы свойственно праздному любопытству, когда наступит этот день, когда будет воскресенье. Пророк с негодованием отвечал «Горе желающим дня Господня! Для чего вам день Господень?» Амоса 5.18 «То есть зачем вы стремитесь видеть этот день Господень? День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака» Сафония 1.13 Возбуждает в них страх, чтобы обуздать их слабость. Так как они стремились знать будущее, выходящее за пределы доступного человеку познания, то Спаситель отвечал им «Не ваше дело знать времена и сроки». Но чтобы не подумали, что делает то из зависти, он и самого себя причисляет к незнающим, чтобы тем до некоторой степени смягчить человеческое неведение. «И ангелы, — говорит, — он не знает». А что выше ангелов? «И сын не знает». А выше сына. Когда слышишь о сыне, обращай внимание на то, в каком смысле употреблено это название, потому что он называется сыном и по божеству, и по человечеству. А убедиться в том, что Писание называет Спасителя сыном из том случае, когда идет речь об его плоти и об его домостроительстве, ты можешь, если вспомнишь, что сказано в другом месте, «Кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанн 1,7 «Кровь — значит не божество, а человечество. Значит, и сыном называется здесь его человечество». Когда мы говорим «Сын Божий пострадал», мы имеем в виду и то, что подвергалось в нем страданиям, и то, что оставалось бесстрастным. А когда, скажем так, «Сын Божий единородный был распят на кресте», мы должны разделять бесстрастное от испытывавшего страдания. Ведь у нас, людей, это очень распространено, что касающееся вообще личности человека, понимается нами в том или другом, частном смысле. Если мы скажем, что такой-то умер, то мы, конечно, представляем себе, что именно мертвое, тело его, конечно, и что бессмертно, душа. Хотя, очевидно, понятие о смерти неприложимо к человеку в полном смысле слова, мы выражаемся, однако, что умирает человек. Мы не чувствуем необходимости в оговорке, что умерло, собственно говоря, такое его тело. В речи мы употребляем название смерти без строгого разбора. Точнейшее определение его смысла в каждом отдельном случае предоставляем нашей мысли. Так и спаситель, говоря, святых, следует этому общему слову потреблению. Предадут вас в синагоги, поведут перед владыками, царями, меня ради и будут убивать вас. Здесь он говорит о смерти вообще, но в своем учении определяет это понятие точнее. Не бойтесь, говорит он, убивающих тело, души же, не могущих убить. Так поступает спаситель и в других случаях. Так именно выразился он и в том случае, когда сказал, что одни о том никто не знает, ни даже сын, обладающий всеведением по человечеству и я не знаю. Вот как нужно понимать эти его слова. Конечно, не может не знать последнего дня сын, в котором сокрыты все сокровища мудрости и разумения. Не может не знать чего-нибудь тот, кто знает отца в той же мере, как отец знает его. Вот значит, где разрешение вопроса в том, что название сын относится и к его божественному достоинству и к принятому им на себя служению. В этом случае, конечно, он, ведущий все по силе божества, по человечеству оказывается незнающим. 817. Вот его собственного слова. Если я свидетельствую о себе, то свидетельство мое неистинно. Яна 5.31. Но самому же ему принадлежат и эти слова. Если я свидетельствую о себе, то свидетельство мое истинно. Яна 8.14. Что-нибудь одно, если истина, то как может быть неистинным? Если не истина, то как назвать истинным? В словах полное противоречие, но мысли согласуются. Иисус вошел в храм и учил. Вошел в храм создатель храма, владыка служения. Он учил в храме, чтобы исполнилось пророчество гласившее «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете ангел завета, которого ожидаете». Малахи 3.1. И Господом называет его и ангелом. О, тайна божественная! О, славное пророческое тайноводство! «Внезапно придет в храм свой», то есть в храм Божий. Храм называется своим для него, чтобы не подумали, что владычество отца одно, а царство сына другое. Храм отца, который возник Богу Соломон, этот самый храм пророк называет храмом спасителя, внезапно придет в храм свой Господь. Храм отца есть и храм сына. Храм сына, храм отца. Поэтому и сам спаситель, когда изгонял иудеев из храма бичом, сделанным им из веревок, говорил, возьмите это отсюда и не делайте дом отца моего домом торговли. А в другой раз сам же сказал, возьмите это отсюда и дом мой дом молитвы наречется, дом отца моего и дом мой. Или например, евангелист говорит, пришел к своим и свои его не приняли. Сказано это об иудеях, так как он просветил их законом и руководил через пророков, что они были своими для спасителя. А когда мать искала его и спрашивала, чадо, что ты сделал с нами? Зачем заставляешь нас искать тебе? Он ответил, не знаете ли, что я должен быть в том, что принадлежит отцу моему? И так вошел он в храм и стал учить и исполнилось другое пророчество. Это я, кто говорит. Он учил, и это не служило к уничижению его достоинства, потому что учил он по человеколюбию. Когда слышишь, что он учил, не представляя его себе одним из обыкновенных учителей, а если это слово учил соблазняет тебя, то значит ты не знаешь его достоинства и не удивляешься его учению, хотя и слышал, конечно, эти слова. Благословен Господин, учи меня оправданием Твоим. Взошел там, нигде не найдешь его нисходящим. Восходил он в Терехон на Иерусалим, восходил на гору, где Бог, там и восхождение. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого сердце стези направлены к тебе, где добродетель, там восхождение, где порог, там нисхождение. Избавь меня от нисходящих вров. Явились люди и говоря, как все знают Писание, не учившись. Самый способ выражения сей обнаруживает их злобу, желание унизить и выказать ему презрение. Как сей? Ты говоришь иудей с целью унизить, как сей? А я принимаю твои слова в смысле прославления. Можно сказать в уничижении сей, но можно сказать и со славой сей. ты говоришь как сей знает. А я вместе с Моисеем отвечаю «Сей мой Бог и прославлю его». Обличает неверие иудеев, разоблачает непослушание народа, показывает себя источником мудрости и всякого ведения и говорит «Мое учение не мое, но пославшего меня отца». Всюду показывая, что не противится ими же исповедуемому Богу, не принимая того, кто является для них камнем преткновения. Так как Богу они верили, а Иисуса с сомнением отвергали, то Он умалчивает о собственном достоинстве и противопоставляет им авторитет Отца, показывая, что кто борется против Христа, тот восстает и против Бога. Ты считаешь это притворством с Его стороны и пустыми словами, а не доказательством? Но самые дела тебя опровергают по-твоему о Иудей рассуждению, унижающему Христа и умоляющему его дела. Он не от Бога, разрушает законы, поборает против благочестия во имя своего нечестивого учения, а ты сам побораешь по законе, отстаиваешь божественные учения и защищаешь Бога. По твоему собственному сознанию ты мнишься службу приносить Богу, отталкивая славу Христову и охранять царство закона. Посмотрим же, что говорит самое дело, куда склоняется суд Божий, в вашу или в нашу пользу. Ты утверждаешь, что защищаешь Бога и борешься с его противником, разрушающим учение Божие. Посмотрим же, как относится Бог к тем, кто выдает себя за защитников закона, их последователям человека, попирающего закон. Я буду говорить о событиях, всем известных. Если какой-нибудь город примет самозванца вместо царя, он подвергает себе опасности, хотя бы и не поддерживая его притязаний, раз самозванец им принят, он должен разделить с ним и кару, угрожающую самозванцу. А если какой-нибудь город закроет перед самозванцем свои ворота, он считается достойным удивления и приобретает благоволение царя за то, что во время опасности остался верным царю. Твердости выдержал испытания и не променял законного государя на самозванца. Это самое сделал ты иудей, по твоим собственным словам. Ты не принял самозванца, как ты нефестиво называешь Христа, восстававшего против закона Моисеева, но отверг его, соблюдая неприкосновенность царства Божия. А церковь открыла врата спасителю, по твоему мнению самозванцу, а по ее исповеданию царю славы. Что же, какой суд произнесла истина над теми, которые не приняли царя? Один город Иерусалим не принял его, и остался ли в нем камень на камне? Один этот город закрыл свои ворота перед царем славы, и не принявший будто бы самозванца, подвергся разрушению, а церкви Божии повсюду принявшие спасение цветут и ширятся и восходят от славы славу. И далее, пока жив самозванец, друзья его, оказавшие ему поддержку в опасности, благоденствуют, а враги его живут под страхом опасности. Но когда самозванец умирает, положение меняется, его враги ободряются, а друзьям угрожает опасность. Что же последовало за осуждением спасителя на смерть и за отшествием его к отцу? Каким последствиям привела его смерть, как ты утверждаешь, или его воскресение, как я верую? Если враги царя, или враги этого самозванца, иначе говоря, благоденствуют, он действительно самозванец. Если же враги в стыде и изгнании, а друзья на свободе и славе, дело говорит само за себя, когда для тебя неубедительны слова. Вот как возвысил Бог царства Христова, вот как рассеял тех, которые противились его царству. Мог, конечно, Бог истребить тех, которые отвергли его сына, мог уничтожить врагов царя, ослаивших самозванцем царя славы, но не истребил их, а только рассеял. Если бы истребил, у них было бы остались на земле, и мы могли бы уверовать, могли, когда бы распространилась по земле вера в него, и мы обратились бы к нему вместе со всей вселенной, его враги могли бы говорить тогда. Мы видели около него всего-навсего 12 песняков, и потому не обратили на него внимания, а если бы увидели, что перед ним преклоняются цари, тогда мы уверили бы в него, без всяких оговорок. Зачем ты поспешил истребить нас прежде покаяния, и своим наказанием предупредил наше исправление. Вот чтобы никто не имел основания сказать, распятого мы знаем, а поклоняемого не видали. Он и не истребил их, а только рассеял. Об этом просил за них еще пророк Давыд. Не убей их, чтобы не забыл был закон твой, расточи их силою твоею. Смотри, вот они у дверей Христа торгуют плотками и полотенцами. У дверей поставилось Господь, чтобы они были свидетелями воздаваемого ему поклонения. У церковного крыльца стоят они точно братья Иосифа. В самом деле, как братья Иосифа, видя высокое достоинство своего брата, не решались приблизиться к нему, как к родному, но боялись его. Так и эти теперь посмотреть, трепещут достоинства церкви, которым обличена смотри, как они смущены и растеряны при виде распятого славы. Сравни страдания и славу. На кресте он провел три часа от шестого до девятого, а время славы продолжается во веки веков без конца. Посмотри, как уничижения миновала точно тень, посмотри, с какой славой процвела истина. От шестого часа до девятого уничижения. От века и до века слава. И нет конца прославлений Христа безгранична Его слава. Все напрягают свои голоса пророки, евангелисты, пастыри, учители, епископы и не могут исчерпать моря Его божества. Море принимает в себя реки и поглощает их, но не поглощается ими. Так и все восхваляющие Христа осеняющие Его славой осеняются, но возвыситься до нее не могут. Ужасно дерзость богоборцев, но велика зато и честь уничиженного за дело спасения и прославляемого по своему божественному достоинству. Подумай, только три мучительных часа нужно было пережить, зато веки вечные не истощится Его божественная слава. Обратив внимание на место креста, не одну ли только пять земли занимало древо крестное? Да, его основание измерялось мерой ноги, такова была мера уничижения. Сопоставь же с нею широту поднебесной, ведь проповедь о Христе развилась по ней и буквально затопила ее всю, как из морских шлябей. Стояли иудеи у креста и смеялись над его страстями, а вернее сказать, сами были осмеяны ими, они видели распятывать и не догадывались о прославляемом. Это имел ввиду пророк Захария, когда говорил, тогда придет Господь Бог, и в тот день поднимется большой плащ в Иерусалиме. Захария 12.11 И возгорят на него, которого распяли, то есть на того, которого пробили гвоздями. Не сказал будут смотреть того, кого пригвоздили, но того, на которого пригвоздили. Что значит на которого? Очевидно, разумеется, крест, на котором был пригвожден Спаситель. Второе славное пришествие Спасителя предварено будет явлением прославляемого ангелами царского знака. Знамени, как обыкновенно говорят, явится над землей крест его, затеняющий солнце, помрачающий луну, как говорил Спаситель, и тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах. И чтобы исполнилось сказанное Захарией, Спаситель его собственные слова применил к тому, что совершилось, и воззрят на него, которого пронзили, явится знамение Сына Божия на небесах. И тогда восплачутся народы. Колено дома Давыдова о себе и жены их о себе. Колено дома Энофанова о себе и жены их о себе. Почему потребил он здесь не имя колена, а имя царства? Почему плачет именно Давыдова колено? Ведь он называется не Давыдовым, а Иудиным? Так как сына Давыдова по плоти не признали в его божественном достоинстве, его ближнее по плотскому происхождению, то прежде всего несчастье падает на тех, которые были ближе всех по родству, но отчуждились на деле. Колено дома Нафанова. Кто такой Нафан? был Нафан пророк, был Нафан сын Давыдов. Пророк Нафан облетел Давыда в его грехе, а другой Нафан родился от него самого. Читай повествование о сыновьях Давыда и найдешь там, что один из сыновей Давыда назывался Нафаном. От этого Нафан евангелист лугака излагающий родословные Марии производит Иосифа. Вот какой глубокий смысл и вот как тщательно нужно вникать. Читай Евангелие, как говорил Спаситель, исследуйте Писание. И не сказал он просто читайте, но исследуйте, вникайте, потому что простое чтение не дает надлежащего знания. Большое чтение требуется для того, чтобы вникнуть в Писание надлежащим образом. Итак, явится знамение Сына Божия на небесах, явится в образе древа крестного, но будет сиять лучами света. Когда явится крест, солнце померкнет и скроется. Не исчезнет, но потонет сияние его славы. Луна помрачится и звезды погаснут, или лучше сказать не спадут. Как написано, солнце померкнет, луна не до света своего и звезды спадут с неба. И тогда явится это страшное и славное знамение. При виде его иудеи будут отвечать неверным. Тогда скажет нам Исайя «Се Бог наш, на него уповали и возрадуемся». Тогда явление креста облечит дерзкое неверие и укрепит церковь. Тогда посрамлены будут противники и прославлены последователи. Тогда вся тварь поклонится сыну Божию, и уверовавшие, и не уверовавшие. Но первые с торжеством, вторые со стыдом. Так на царских картинах изображаются царские телохранители во славе, и рядом с ними пленные варвары, поверженные у ног царя, простирается перед царем низ, перед царем, простирается и подданный, но затем один смело стоит перед царем, прославляя своего владыку, а другой силой повержнутый под ноги, преклоняется перед царем, но награды за свое поклонение не получает, потому что не по доброй воле пришел сюда, а по принуждению. И получается таким образом, что верхний ряд кланяется царю, а нижний падает перед ним. А это две вещи различные. Одно дело кланяется, а другое дело падать перед кем-либо. То же самое будет происходить и в пришествии великого царя. На картине славы его явится лик верующих, торжествуя вместе с ликом ангельским, с пением и словословием. А тут же неверующие будут распростерты у ног великого царя. Все будут свободны и смелы, а эти связаны и удручены. Для верных не нужны узы, потому что они и без того уже привязаны любовью. Любовь для них и заменяет узы. А кого не связала любовь, на того наложила оковы принуждения. И верные смело приближаются к царю славы, а неверные и противники слова истины будут привлечены к его престолу в железных оковах. Те будут в лике поклоняющихся вверху, а эти в лике повергнутых в опраке. Именно как на картине. Сверху изображены поклоняющиеся, а в нижней части пленные падающие ниц. Так точно и в царстве Христовом. Верные встретят его на облаках, а неверные будут перед ним повернуты в опрах. Так и в псалме поклоняющиеся различаются от преподающих. Помяните, восклонитесь и обратитесь к Господу все концы земли и поклонятся перед ним все племена язычников. Ибо Господне есть царство и Он владыка над народами. Говорит псалмопевец, когда речь идет о тех, кто кланяется Богу. А повергаемых перед ним прибавил. Пред ним припадут все нисходящие в землю. Но почему же лик верных оказывается наверху? Потому очевидно, что верные не будут стоять на земле, но в воздухе будут окружать великого судью, как и его приближенная. Ведь и престол Божий не на земле утвердится. Земля будет только под ножем ног его, так что все подсудимые будут внизу, а наверху только судья и вместе с ним его друзья. Именно это желая показать, что верные будут стоять не на земле, а на высоте, апостолы говорит, а мы же будем восхищены сцереть ему на облаках и так всегда с Господом будем. 822 Это пришло мне на память по поводу дерзости богоборцев, осмелившись сказать о спасителе без тебе. Как не воскликнуть по этому поводу вместе с Давыдом, как много благости твоей Господи, как ты сносишь такие слова из уст раба, как попускаешь земле носить его, как не наказываешь восстающих против тебя богоборцев, не уничтожишь их одним мановением, не истребишь повелением, не произнесешь даже против них угрозы, разве не о тебе сказано было это пророческое слово, запрещает море и иссыхает, такое богоборство, такие хулы, отвечает на это спаситель, не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир, потому и Давид, призывая его не для суда во время второго пришествия, а для спасения, говорит, воссел на Хюровимов, явил себя, воздвиг силу свою, пришел, чтобы спасти нас, спасти, а не судить, первое его пришествие было для спасения, а второе для суда, если хочешь, найдешь в нем спасителя, а не хочешь, узнаешь в нем судью, поспеши и постарайся снискать дружбу царя, воспользуемся уроком житейской мудрости, не приходилось ли тебе наблюдать, как радуются и торжествуют люди, когда кто-нибудь из их друзей возвышается и получает власть в свои руки, не радуется ли всякий, когда его знакомый занимает высокий пост, и не рассчитывает ли уже пользоваться плодами дружбы, но люди часто обманывают такие расчеты, нарушают дружбу и достигнув власти, пренебрегают прежними друзьями, а Христос не скрывает истины, будь его другом, и ты всегда останешься таковым. Нерезко ведь, братья, случается, что высокое звание надмивает людей, изменяет образ их мыслей, портит отношения и, можно сказать, прямо перерождает человека. Примером в этом отношении может служить Саул. Бог, зная, что он, сделавшись старем, изменится, прямо говорит ему, я помазал тебя, и тебя будут просить царствовать над народом, и вручать тебе власть, и ты сделаешься царем. И когда придут все сии на тебя, обратишься и сделаешься иным человеком. Под влиянием власти ты изменишься. 1 царств 10.1.6 Конечно, не все люди изменяются, верный остается таким, каким он был, только пустой человек обнаруживает в подобных случаях свой истинный характер. Поэтому верному и дается такое наставление, если поставить тебя начальником, будь как один из подчиненных. Тем не менее, дружба земная, человеческая, ненадежна. Иногда она выдержит испытания, иногда обманывает тех, кто возлагал на нее надежды. А дружба Христа неизменна и непоколебима. И в полном блеске своей славы он не отвергнет тебя, поклонявшегося ему на земле. Но как сегодня он принимает свою дружбу, так и тогда засвидетельствует о ней словами «Придите, благословенные отца моего». Здесь нередко случается, что человек, получивший от кого-нибудь благодеяние и затем возвысившийся, забывает о том, кому он обязан. А если и не забывает, то старается скрыть прежнее благодеяние, потому что не желает унизиться перед благодетелем. Дружбе остается верным, а благодеяние умалчивает. Не так поступает Спаситель. Он и дружбу сохраняет, и благодеяние не скрывает. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть», говорит он. Вот с каким блеском проявляется дружба со Спасителем. Вот как оправдывается сделанное ему благодеяние. Он не отрицается прежней дружбы с тобой, прославляет твою любовь, исповедует расположение, увенчивает твое усердие. Постараемся же иметь его своим другом, а не судьей. Конечно, он судья, и судья нелицеприятный, но ты заблаговременно постарайся приобрести его расположение, сделать его своим другом, а не судьей. Ты знаешь, конечно, что мирские начальники с близкими людьми беседуют иначе, чем с посторонними. Прибегни и ты к посредничеству, побеседуй предварительно с мучениками, попроси апостолов. Умоляю вас, расположите ко мне судью, пусть окажет он мне милость на суде, когда будет исследовать мои дела. Убедите его, ведь вас он послушает, я знаю, что вас он уважает, сам я не имею доступа к царю, а вы пользуетесь его расположением. Но апостолы и мученики ответят тебе на это, разве ты не знаешь нашего Бога? Он хотя и милует даром, но желает и от нас получать что-нибудь. Дай бедным, и он сам их устами будет благодарить тебя. Дай в руки бедных, и получишь воздаяние. Дай Христу! Он берет не из жадности, но по человеколюбии для помощи бедным. Затем Бог получает твои деньги не сам непосредственно, а через посредства бедных, и берет их не торгуя правдой, но покаянием исправляя наши грехи. В самом деле он берет от тебя деньги не с тем, чтобы продать тебе правду и другого осудить несправедливо, но чтобы тебе подаянием освободить от тяготеющего на тебе обвинения. Как говорил Даниил, грехами твоими, милостями твоими искупи и неправды твои щедротами убогих. Даниила 4.24 Принеси деньги твои за душу твою, ведь выкуп за человека его собственное богатство. Это говорю я возвеличив достоинства Христа и владыки нашего, которого принимает вся вселенная, которого ныне удостоена церковь, и только одна синагога лишена, потому что она рассеяна. Пустой звук это имя синагога, вернее сказать отсечение, потому что она неверием отсекается от Христа. Так называет синагогу и Павел говоря, берегитесь обрезания, а мы конечно обрезания. Те, которые называли спасителя беснующимся, отсекаются от славы, а исповедавшие его царем облекаются славою. Еще предложу вам один пример из древней истории и окончу беседу. Был некогда праведный муж Едион, засвидетельственный в Писании, которого и Павел поименовал в числе праведных мужей, сказав о Едионе, Самсоне и Фае. Он в своей жизни украшавшись всеми добродетелями, во время войны, оказавшись в крайней нужде, собрал колосьев и вымолачивал их в каком-то корыте, чтобы приготовить себе пищу для подкрепления. Вдруг явился ему ангел и сказал крепись и мужайся, Господь с тобою. Голод не ослабляетесь, добродетель, напротив, под давлением бедствия она приобретает больше блеска. Господь с тобою, мир тебе. И говорит ему Едион, если Господь с нами, то почему уже случилось все это злое? Говорит, это не видя ропота на Бога, но считая себя недостойным того, чтобы был с ними Бог. Если бы мы были достойны Бога, тогда не постигли бы нас такие бедствия. Иногда неверные, то есть на словах выдающие себя за верных, но в душе настроенные в противную сторону, говорят, где Бог христиан? Почему не слышит он монахов? Как он допускает войны? От чего не отвращает смятение? Не то хотел сказать Едион, но если Господь был с нами, то как постигли бы нас такие бедствия? Конечно, его нет с нами, ведь мы его недостойны, отвечает ангел, Господь с тобою. В твои руки дарует Бог победу, начинай войну. На итоге он говорит, я уверен, что Господь со мной, если дашь мне знамение истинное. Вот говорит, я положу овечьий мех, если падет роса на этот мех, а вся земля останется сухой, тогда я буду меня просил он, положен был мех. Ночью по воле Божьей его промыслу пала на мех роса, а на всей земле вокруг было сухо. Рано утром Геон взял мех и выжал его, в нем оказалась целая мера воды. Туда опять говорит Геон, я уверен, что Господь со мной, если Он исполнит мое желание и даст знамение. Я положу этот мех, если на всей земле будет роса, а этот мех останется сухим, тогда я получу полную уверенность, что Господь со мною. Мало тебе было одного знамения, ты просишь еще нового, разве ты не читал, не искушай Господа Бога твоего. Не двух знамений, говорит он, я прошу, я прошу одного, оба эти знамения составляет одно. При этом он выразился так, если даст мне Господь истинное знамение, то есть озерцание будущей истины, затем вторично положил мех, и пала роса на всю землю, а мех не был смочен. После этого опыта он смело начал войну и одолел противников. Что означает это таинственное явление с орошением? Мех этот являет прообразом пришествия спасителя первого и второго. Первое касалось одного Иерусалима и пришло незамеченным для всей земли. Конечно, как мех ничто в сравнении со всей землей, так и Иерусалим ничто в сравнении со всеми народами. Жалкая величина. Вот почему спаситель говорил, я послан только к погибшим овцам дома Израилева, только к одному народу, а вслед за тем благодать Господня распространилась и синагога и народ тот должны были отвергнуться ее, тогда как вся земля ее приняла, что и было прообразовано вторым явлением. Сначала ведь мех был хорошен, земля же суха, а потом земля оказалась влажной, мех же остался сухим. Так некогда народ еврейский как бы впитал в себя все благочестие и не поделился им с другими народами, а затем когда все народы воспользовались благодеянием спасения, Израиль остался чуждым его, сухим. Но чтобы сказано мною не показалось измышлением человеческим, необходимо подтвердить это объяснение пророческим свидетельством. Пророчество о спасителе Давид говорил так, Боже, суд твой дай царю и правду твою сыну царя, судить будет людям твоим по правде и нищих твоих на суде. Немного ниже продолжает, прежде солнца пребудет имя его и прежде луны в роды родов, а затем указывая на пришествие его, говорит, он сойдет как дождь на руно и как капли каплющие на землю. Солом 71,6 и тотчас прибавляет и будет обладать от моря и до моря и от рек до концов вселенной. Да даже Господь нам быть увлажненными вместе со всей землей и приносить плоды и молитвами и предстательством Отца нашего и наставника, который может запечатлеть и наше настоящее слово и вашу любовь во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.